Здравствуйте, уважаемые земляки! Не недавно на своих страницах в соцсетях я опубликовал пост о том, что правительство Республики Калмыкия внесло в Народный хурал законопроект о внесении изменений в закон Республики Калмыкия о государственной поддержке и защите прав субъекта инвестиционной деятельности в Республике Калмыкия. На данный пост было очень много реакции. Также была полемика на страницу главы Калмыкия Хасикова, в которой участвовали как бывший министр экономики Республики Калмыкия Санжиева и депутат Народного хурала Атлан Кусьминов. Это вызвало бурную реакцию в соцсетях, но мне также стали поступать много вопросов по данному законопроекту, и люди не поймут, что происходит. С этим я решил записать, мы с Максимом решили записать это видео, чтобы более подробно, простыми словами разъяснить, что происходит. Итак, как нам всем известно, то что у нас на территории Целинного района построен ветропарк, то есть построены ветроэлектростанции. Это очень был большой проект. Инвестор вложил более 15 миллиардов рублей для строительства этого проекта, и проект уже завершен. Необходимо отметить, что данный проект начинался в 2018 году, и в Калмыкии в рамках делового форума было подписано соглашение, указанным инвесторам. И сразу отмечу, я процитирую, министр экономики и торговли республики Калмыкия Зоя Санжиев в интервью Рио Калмыкии сказала, создание ветропарка в Калмыкии – это рабочие места на период строительства объекта, на налоговое отчисление бюджета республики. И, конечно же, собственная генерация, к которой мы так и стремились. То есть здесь я отмечу рабочие места и налоговое отчисление. На сегодня ветропарк уже построен, и в связи с этим правительство республики Калмыкия вносит в закон изменений для того, чтобы освободить инвестора, в данном случае это публично-национерного общества Фортум, от уплаты налогов на будущие пять лет. То есть это налог на имущество. Я хочу объяснить, там около 40, по-моему, стоит больших ветряков. И на это имущество, именно на эти ветряки, инвесторы обязаны платить налог. И правительство республики хочет освободить их, инвесторы, от этого налога. А это сумма около полутора миллиона рублей за пять лет. То есть ежегодно они должны платить около 300 миллионов в бюджет республики Калмыкия. Если у нас на сегодня бюджет дефицитный, мы видим с каждым разом, правительство республики берет кредиты, в том числе и коммерческие кредиты, то на сегодня Хасиков и его команда, подчеркну, Хасиков и его команда хотят освободить от налогов инвесторов. Самое главное, это делается так, то есть искусственно создается законопроект, то есть законодательная база для того, чтобы внести этого инвестора в реестр объекта инвестиционной деятельности для освобождения от уплаты налога на имущество. Да, есть информация, противоречивая информация у меня о том, что Хасикову занесли. Ну, это предположение тех людей, в том числе и мое предположение, но мы об этом можем думать, поскольку терять полтора миллиарда, это безусловно глупо в таких условиях для нашей республики. Есть предположение о том, что их просто продавили, поскольку Павел Фортум – это очень мощная организация на территории не только Российской Федерации, но, мне кажется, что Павел Фортум – это в мире очень мощная организация. Продавили. В связи с чем я призываю вас помочь, помочь нашему правительству, помочь депутатам народного хурала не принимать этот законопроект. То есть будем думать о том, что Хасиков и его команда, и остальные депутаты не хотят этого делать, понимая то, что республика не получит эти полтора миллиарда. И самое главное, самое смешное, то, что в законопроекте бюджета республики Калмыкия на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, то есть именно на 2022-2023 годы, эти суммы, суммы налога на имущество от инвестора не предусмотрены. То есть в 2021 году мы получим 300 миллионов рублей в качестве налогов от инвестора, а в 2022-2023, 2024, 2025, 2026 мы их не получим. То есть эти два закона, законопроект о внесении изменений, закон об инвестиционной деятельности и проекты закона о бюджете, они между собой же соотносятся, и мы здесь видим, что этих сумм уже нет. То есть вопрос уже решен. В связи с этим вся надежда на депутатов, на депутатов Народного Хурала. Ну, по последним событиям мы смотрим, да, депутаты Единой России делают так, как им скажут, постоянно одобрямс, и больше ничего нет. Но я хочу обратиться к населению. Уважаемые жители республики, давайте создадим давление, давление на власть, давление на депутатов Народного Хурала, чтобы они повернулись, в конце концов, к народу, начали действовать в истинных интересах родной республики. И самое важное, самое главное, то, что согласно вот этому соглашению с Пауэлл Фортом, по ветропаркам, да, с инвестором, данные налоговые льготы в начале деятельности инвестора не предусматривали. То есть об этом никто никогда не говорил. То есть инвестор был привлечен для того, чтобы платить нам налоги. Однако, наверное, сегодня мы ничего не получаем. Мы не получаем дешевую электроэнергию, поскольку, согласно российскому законодательству, электроэнергию уходит в ресурсные организации, которые продают уже по своим ценам. То есть мы не получаем энергию, которая нам необходима, дешевую энергию, шторую энергию. И, соответственно, мы не получаем налогов. В связи с этим я еще раз, дорогие друзья, обращаюсь к вам и прошу, давайте активно обсудим это в социальных сетях, будем писать письма, запросы, чтобы отстоять интересы. Я считаю, что пополнение бюджета является истинным интересом и родной республики. И обращаюсь к тому же Хасику Лубату Сергеевичу, к Зайцеву, к Казачкову и к депутатам народного хулава. Повернитесь, повернитесь к республике. Такое ощущение, что вы руководствуетесь только личными интересными. Повернитесь в сторону республики. Давайте все мы вместе сделаем это общее дело и отстоим налоговое поступление в бюджет республики. У меня все. Сверху на слесохотину. До свидания. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизит.